Короче, основатель фашизма Бенито Муссолини испытал немало покушений. Только с ноября 25 по октябрь 26 года его пытались устранить 4 раза. Одно из первых покушений организовал итальянский социалист Тито Дзанибони. Он планировал убить Дуччи во время парада 4 ноября 25 года в Риме. Тито тщательно готовился к своей акции. Он снял номер в гостинице с окнами на балкон, с которого должен принимать парад. Раздобыл форму фашистской милиции и заранее пронес в комнату винтовку. Но Тито рассказал о своем замысле другу, а тот донес в полицию. За несколько минут до покушения его арестовали с винтовкой в руках. Тзанибони приговорили к 30 годам тюрьмы, но освободили в 43-м после ареста Муссолини. Через 4 месяца после этого покушения в Муссолини стреляла 50-летняя подданная Великобритании Вайолет Гибсон. Но пуля только зацепила кончик носа Дуччи. Еще через несколько месяцев итальянский анархист Джинно Лучетти бросил в машину Муссолини гранату. Но она отпрянула так, что Дуччи оделся легким испугом. Кроме того, в октябре того же 26-го года в Муссолини стрелял 16-летний анархист Антео Замбони. Но пуля даже не задела Бенито, а вот юношу толпа растерзала на месте. После 4-го за год неудачного покушения, папа римский Пи-11 сказал, что Дуччи охраняет Бог. С тебя лайк и подписка.